Всем привет! Вы на канале популярно о болезнях и лекарствах. Меланома. Нужно знать, кто в зоне повышенного риска и уметь вовремя распознать. Смертельно опасная опухоль кожи, требующая от нас тщательнейшего внимания в вопросах предупреждения и лечения. Ведь метастазирует она в жизненно важные органы очень быстро. Эта болезнь последние годы агрессивно наступает на человечество. Быстрее, чем любая другая онкология. Сегодня это пятый по частоте рак у мужчин и седьмой у женщин. Если в 1935 году в США число больных составляло 1 на 1500 здоровых, то в 2014 соотношение уже 1 к 40. Например, в Хорватии рост количества заболевших за последние 10 лет составил 300%. Наибольшее распространение меланома имеет в Австралии и Новой Зеландии. В России заболеваемость ниже североамериканского и среднеевропейского уровня. Но растет тоже очень быстро. С 1998 по 2008 год скачок на 40%. Это опухоль снаружи, на виду. И очень часто люди с ней сталкиваются впервые самостоятельно. Чем злокачественная меланома отличается от обычных невинных родинок? Как она выглядит? Когда срочно бежать к врачу? Вот ее портрет. Тут лучше миллион раз про нее услышать и никогда ее на своем теле не увидеть. Довольно крупное, немного меньше сантиметра, пятно с неровными границами и формой. Неоднородное по цвету, возвышающееся над уровнем кожи. Может встречаться не только на доступных глазу местах кожи, но и в складках. Ягодичной, например. В ногтевом ложе синий-черный пятнистый ноготь, а вроде нигде не прищемлял. На ладонях, подошвах, слизистых, полость рта, влагалище, прямая кишка. Однако чаще всего встречается на открытых для солнца местах. Шея, спина, руки. У женщин ноги ниже колена. Понятно, что неспециалист не сможет правильно определить, что это за образование на коже. И не всегда меланома выглядит так хрестоматийно. Поэтому совет дерматологов. Обращайтесь к врачу, если то, что вы принимаете за родинку или что-то похожее, и то, что ранее тревогу у вас не вызывало, вдруг... Первое. Начинает менять размер. Второе. Форму. Третье. Цвет. Четвертое. Воспаляется. Пятое. Начинает кровоточить. Шестое. Начинает мешать. Меняется чувствительность. Седьмое. Изначально диаметром более 6 мм. Факторы риска развития меланомы. Первый. Солнце. Ультрафиолетовое излучение. Еще совсем недавно признаками аристократизма была белая нежная кожа, которую не опаляло солнце и не уродовал физический труд. Потом Коко Шанель ввела моду на загар. И понеслось. Белокожим блондинкам понравилось сверкать голубыми глазами на загорелом лице. Мальчики стали пытаться замаскировать красивым загаром свое субтильное телосложение. Солярии начали размножаться быстрее кроликов. Многократный рост меланом по миру. Вот такая статистика. Оказалось, что особенно опасно обгорать. Солнечные ожоги – вот мощнейший стимул развития меланомы. Особенно подвержены заболеванию те самые белокожие блондинки и блондины. Фототипы кожи. Условно существует четыре фототипа. И их можно различать по реакции на ультрафиолетовое облучение. А. Солнечный ожог всегда возникает после кратковременного 30 минут пребывания на Солнце. Загар никогда не приобретается. Б. Солнечные ожоги возникают легко. Загар возможен, хотя и с трудом. В. Возможны незначительные ожоги. Развивается хороший загар. Г. Никогда не бывает солнечных ожогов. Легко возникает загар. Д. Смуглая от природы кожа. При этом наиболее подвержены развитию опухоли лица с фототипом А и Б и наименее с Г и Д. Что, однако, не исключает у них полностью вероятность болезни. Про уже упомянутые солярии. Многие считают, что их посещение может предотвратить солнечные ожоги и что такой загар безвреден. Но вот вам статистика. Среди лиц, которые никогда не обгорают, казалось бы, благоприятный фототип Г, частота меланомы у тех, кто посещает солярии, в 4 раза выше, чем у тех, кто никогда там не был. Наличие родинок. Вернее, их количество. Родинка, родинки, рознь. В принципе, любая родинка может переродиться в меланому. Однако у подавляющего большинства родинок этот шанс ничтожно космически мал. Ровные, округлые формы или плоские, равномерно окрашенные, они есть у всех. Но хорошего понемножку. Большое их количество может быть фактором риска для меланомы. Большое – это сколько? Исследования приводят разные цифры. В некоторых это 25, в некоторых 50. Но смысл понятен. Меланома вырастает из меланоцитов – клеток, вырабатывающих меланин. Тот самый пигмент, который и окрашивает нашу кожу, делая нас разными. Родинка – это скопление меланоцитов. Родинок мало, и ультрафиолетовое облучение должно воздействовать очень долго для провоцирования каких-либо изменений. Много – значит и материала для перерождения больше. У подавляющего большинства родинок шанс переродиться в меланому стремится к нулю. Присмотритесь, ведь большинство родинок на нашем теле однотипны – по форме, цвету и прочее. И вот те, что не вписываются в это семейство, требуют особого внимания. Наследственность. Считается, что около 10% меланом носят наследственный характер. Персональная история меланомы. Если один раз такое было, появление ее где-то опять весьма возможно. Другие разновидности рака кожи. Да, все эти базилиомы никогда не метастазируют. Да, излечимы. Но это независимый фактор риска для меланом. Может ли обычная родинка переродиться в меланому? Да, может. Однако абсолютный, индивидуальный риск ничтожно мал. Он возрастает у людей с определенным фенотипом. Белокожие, блондины, рыжие. У лиц с большим количеством родинок. Опасно ли травмировать родинку? Опять же, абсолютные риски очень низки. Но если это все-таки произошло, лучше показаться врачу. Родинки в неудобных местах, которые мешают, область ремня, бретельки, например, лучше заблаговременно удалить. Куда меланома может дать метастазы? В любой орган. Мозг, легкие, печень, почки, кости. Меланома быстро метастазирует. Поэтому очень важна правильная и регулярная санпросвет-работа. Забытое название, правда? Не загорелых красоток по телевизору в рекламах показывать, а о вреде ультрафиолета напоминать. Звучит нереально? Ну, а вспомните про курение. Еще недавно с экрана нисходили харизматичные герои с сигаретой в зубах. И где они теперь? Что же, в солярии теперь не ходить? Да, не ходить. Во всем мире он вообще запрещен лицам до 18. Как предохраниться от меланомы? Солнцезащитный крем с SPF 30. Рубашки с длинными рукавами для лиц повышенного риска и прочее. Заботиться о детях всеми мерами предохранять их от солнечных ожогов. Исследования говорят, что предохранить от меланомы может диета, богатая витамином D, а также аспирин и статины – препараты против повышенного холестерина. Про диету ничего возразить не могу. Аспирин и статины – только если есть основные показания к их применению. Например, сочетание факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний.